Мендифт Цуктан. Выставляю вам на оценку очередной анализ еще одних инвесторов, которых призвал на нашу землю господин Трапезников, чтобы ворваться всем нам светлое 22-этажное будущее. Не успели мы оправиться от Чингиза Бабаева и никому неизвестного чешского банка с радостью готова вложиться в нашу республику и азербайджанской химчистке нас одарили еще одним проектом. Новый год прошел, а подарки все сыплются. Прямо Дед Мороз совсем разбаловал нас. Как говорится в сообщении, Метин Коджаман является владельцем, обращаю ваше внимание, холдинга Энислер Групп. Ну что же, мы люди простые и если хотим что-то узнать, заходим в Яндекс.Поиск, вбиваем Энислер Групп и видим сайт с одноименным названием, что же уже неплохо. Заходим на него. С виду обычный простенький сайт, служащий, судя по всему, информативной площадкой для представления этой компании в интернете. Мотаем вниз и видим все перечисленные в сообщении администрации города компании. НСЯПИ, МТЯЯПИ, приказ Беттер. Судя по всему, они ходят в холдинг, пока все нормально. Но листаем слайды на главной странице. Что же мы видим? А видим мы информацию Совета Директоров. А именно имя Мухаммеда Талха Эниса и должность его председателя правления Энислер Групп. Что логично, учитывая его фамилию в названии холдинга. Появляется вопрос, кто же тогда этот Метин Коджаман, представившийся нашей очень гостеприимной администрацией владельцем холдинга Энислер Групп. Вбиваем его имя в тот же Яндекс.Поиск и на первых же ссылках появляется информация. Просто берем и читаем. Метин Коджаман, генеральный директор ООО Коджаман Донбасс Групп. На этом моменте появляется понимание, откуда ветер дует с датой постановки на учет 25 декабря 2018 года. Организацией чуть больше года. С уставным капиталом 50 тысяч рублей. Очень серьезная сумма для холдинга. И что самое главное, с юридическим статусом. Исключен из ЕГРУЭЛ. По причине наличия ЕГРУЭЛ в сведении о юрлице, в отношении которых внесена запись о недостоверности. Как говорится, вопросов больше нет. Мало того, что Метин Коджаман явно не является владельцем холдинга Энислер Групп. А то, что он не является генеральным директором сомнительной компании с уставным капиталом 50 тысяч рублей, имеющим в себе название слова Донбасс и наводящая на мысли на связь с ДНР и прошлой деятельностью одного товарища, сидящего не на своем месте. Так еще она исключена из ЕГРУЭЛ, то бишь ликвидирована из-за недостоверных сведений. По сути, сейчас этот человек никто. У меня такое ощущение, что Трапезников актер в театре абсурда, и раз в месяц он зовет своих друзей, таких же актеров, и устраивает всем жителям города представления в нашей мэрии. Который раз он упорно делает из нас дураков, потому что вся информация находится в открытом доступе, а он упорно считает, что мы не способны на такую простую вещь, как пользоваться Яндекс.Поиском. Даже стараний нет у него лапши, и то не может наложить красиво. Это все говорит о том, что он даже в своем деле не лучше. А я-то думал, он тот еще Остап, но как оказывается, ему до Остапа как раком до Китая. У себя дома в Донбассе, хотя дом теперь у него здесь, что же для него Донбасс спрашивается? Может это и прокатывало бы, но у нас нет. Если мы тут 15 лет сидели, молчали, это не значит, что мы отупели и как туземцы, обрадуемся хоть каким-то бусом или картинки этих бус. Уважаемый Дмитрий Трапезников, туземец здесь вы. Мы все про вас знаем, хватит уже этого цирка, уйдите с поста, не позорьте себя хотя бы в конце-то концов. А ваше пребывание только усугубляет ваш статус и подобие некой репутации, которая у вас осталась, конечно. Скоро по всей России вас узнает и вы будете посмешищем везде и на работу вас уже просто так не пристроят, как у нас. Тем более я слышал, что ваш работодатель или ментор тоже написал заявление по собственному. Так что позаботьтесь о своем будущем как можно скорее. Всем спасибо за внимание! Субтитры сделал DimaTorzok